Итак, друзья, с вами Валерий Бовсуновский. Давайте посмотрим, человек через месяц научился писать на Python. Итак, начало занятий 23 августа 2022 года. Сегодня 21 сентября 2022 года, занимается 29 дней. Я не раскрываю полные данные. Назовем программист Денис. Надеюсь, Денис сжаться не будет на это, на информацию, потому что очень многие люди годами ходят и не могут писать. Буквально на прошлой неделе, я в конце покажу, в школе еще один парень начал писать, как он выразился, с головы, наконец-то, а не с гугла. Поэтому Денис начал писать код. Но сразу вас расстроил. Ситуация была такая. Я реже телефон смотрю. Жена мне говорит с утра, Денис, там тебе написал, прислал какое-то задание. Ей тоже всегда интересно. Ну и потом она всегда смотрит за моей реакцией. Когда я открыл задание, начал смотреть, она сказала, что все не так плохо. Я говорю, да, неплохо для первого месяца, что начал писать неплохо, но посмотри, вот цель. Давайте почитаем. Вот я ему написал. Смотрите, ребята. По сравнению, то, что начал писать, да, это круто. Я ему написал. Вот, Денис, смотрите. Когда вы пришли ко мне, обозначили, что вы хотите писать так, чтобы можно было продать. Поэтому я вас учу понимать исходный код. Вижу, время вы цените. На Китхаб куча проектов. Код, откуда можно брать и переписывать под себя. В этом смысл работы программиста. Так учат именно разработчики Джанго. Нет смысла переписывать то, что уже есть. Лучше дописать, экономя время. По домашнему заданию пока смотрел мельком. Для бесплатной школы я бы сказал, что прекрасно. А вам троечка. Слабо. Чуть позже напишу. Мы немножко поговорим, потом уже мы с Денисом будем работать дальше. Для месяца работы вроде бы сошло, но это не уровень. И по системе работы с кодом постоянно говорю. Этого не вижу. По атрибутам пока вообще беда. Ну и дал я Денису контрольную работу, чтобы он смог сделать для себя средств знаний за месяц работы. Мы с вами рассмотрим. Действительно, человек, многие ребята, они годами, месяцами не пишут. Заключается их программирование в следующем. Поиск Google ответа, поиск YouTube ответа и книги. Это называется не программирование, а это называется, ну не знаю, издевательством с собой. Но, когда вот, допустим, Денис пришел, в этом состояла его система работы кода. Я уверен, что процентов 90 людей имеют именно эту систему работы с кодом. А как мы можем по этой системе писать, если у вас система настроена на то, чтобы кого-то копировать, а не думать? Писать вы не будете. Давайте рассмотрим картину сейчас. Все-таки Денис сделал большой рывок, но кого-то этот уровень устроил. Но я ориентируюсь на цель Дениса. То есть на цель, чтобы писать проекты профессиональные. Для этого пока слабо. Начальная картина, когда Денис пришел. И почему получается писать у Дениса? Хотя на самом деле от Дениса очень многое зависит. Это его время, это его старательность. Но тем не менее, пока он очень много упускает. Особенно в плане системы работы с кодом. Но на самом деле, получится может у кого угодно. Просто я в конце расскажу, почему не получается и почему получается. Работа ведется через GitHub, чтобы никто друг от друга не зависел. Это архиважно. Надо уважать время человека. Чтобы он делал тогда, когда ему удобно. Здесь то, с чего надо начать. Без чего не получится. Просто покажу здесь только один фрагмент. Вот начальная картина. Вот начальная картина месяц назад. Ну, конечно, мне сразу было понятно, с чем работать. Вопрос. Класс, функция, метод. Функция, это вот такая конструкция, которая начинается с Dev. Она может принимать аргументы. Я думаю, что сейчас Денис читает и хватается за голову. Денис, не надо хвататься. Любой код через полгода будет у вас вызывать ужас. К этому надо привыкнуть и не относиться как к стрессу. Класс, конструкция похожа на функцию. Отличия у класса могут быть... В общем-то, начальные параметры были совершенно печальны. Как говорится, о программировании в тот момент речи не шло. Но на самом деле, все изменилось через месяц. Например, мы можем взглянуть на этот файл, где мы разговаривали про сельф. Потом посмотреть файл Дениса. Смотрите, как меняется картинка. Что здесь появилось? Абсолютно верно. Денис начал, как я его научил, исследовать, что такое сельф. Почему я говорю, что это так важно? Это вообще относится к последнему пункту. То есть, у него появилась работа. Он не читал только в документации, что такое сельф. А начал получать это практическим путем. Это тоже есть система работы с кодом. Каким образом работать? То есть, пропуская все через свой опыт, вот так, шаг за шагом, он все строил. Из кода, из кода. Вы удивляетесь, что человек, который вчера писал вот это, сегодня, чуть позже, начал делать другие вещи. Далее, если посмотреть другие документы, то мы уже видим, что Денис изъясняется языком. Ноль позиционных аргументов, один, то есть, исключение, принимает ноль позиционный, один был передан. Исходя из поведения, то есть, опять начал делать выводы. Давайте посмотрим, в первую очередь, почему у Дениса не получалось писать. Вот его система работы с кодом до прихода ко мне. Читаю книги, ищу в Google, смотрю видео. То есть, вся система работы с кодом настроена на повторение. Так откуда же Денис мог писать, или любой из вас, кто так делает? А такая система работы с кодом есть у 98% новичков. Как мы будем, ребята, писать, если мы настроены на то, чтобы искать и копировать только чужие ошибки? Система работы с кодом, в первую очередь, ну, грубо говоря, сокращенно, систем-код, да, это то, что делает человек постоянно с кодом. Либо он ее выстраивает таким образом, что он начинает расти. Представьте ситуацию. Многие учились до СААФ, или как там сейчас называется, школы на автомобиле. Сидят в классе, люди учатся. Выйди, будет троить машина, человек проучился там 3 месяца, он ничего не поймет. Но, если он завести его в мастерские, и говорить, вот слышишь, машина работает неровно. Да, слышу. Это надо поменять свечу. Поменяй. Человек меняет свечу, показывает, вот ключ, вот сюда надо всунуть, вот это открутить. Откручивай, а вот теперь вкручивай. И машина работает ровно. Он это раз навсегда запомнит. Ему и книг не надо, ничего. Моя система обучения, я не занимаюсь репетиторством, не учу по скайпу, как это делают большинство. Это все бесполезно. Есть один способ научить человека программировать, это ставить перед ним вопросы определенным образом. В последнем пункте скажу. Чтобы он все пропускал через свой опыт, последовательно. Тогда получается, как бы он учится сам. Моя задача самая, как говорится, простая. Просто показывать, как пройти этот путь правильно. И оценивать постоянно результат. Допустим, на данный момент, к концу месяца, я для Дениса подготовил контрольную работу. То есть, срез знаний, который у него должен быть на данный момент. На самом деле, если он осознает этот срез знаний, Денис, вы меня слышите? Вы напишите код в раз 10 лучше. Я сейчас не буду раскрывать все секреты системы работы с кодом. Мы с Денисом начали делать совершенно другие вещи. Я не буду раскрывать все домашнее задание. Это все-таки домашнее задание из 8 пунктов, но что оно предполагает, скажу. Собрать в голове функции, методы и классы. А ну-ка я вас спрошу, ребята, которые смотрят это видео. Вы, скорее всего, изучали по книгам язык программирования. Я покажу это два раза, чтобы вы поняли. Хотите, угадаю, как вы изучали? Мне гадать не надо, я 4 года так изучал. Даже первую школу давал так. Вы изучали по принципу справочника. То есть сначала разбирались, что такое типы данных. Они у вас остались сами себе. Потом вы дошли до функций, правда? Проскочили их, вроде там пока писали понятно. Потом вы пришли к классам, изучали. Я даже скажу, что вы изучили. Вы разобрались, как наследуются классы. Вы разобрались с ИНИТ, скорее всего, даже. Но писать так и не начали. Давайте теперь подумаем. У вас классы, функции, методы. Все оказалось почему-то разным. А что-то я в этом сомневаюсь, ребят. Как же собрать язык одно целое, а классы, методы, функции? Нет, ребят, я не издеваюсь. Это самая главная ошибка. И так построено большинство школ. На официальном сайте языка построить каталог дачи информации в виде справочника – это правильно. А вот обучать в виде справочника – это неправильно. Поэтому первое, на что мы удивили первый месяц, почему человек начал писать. Потому что нам надо было функции, классы и методы собрать как единое целое. Уметь считывать элементы. Правильно тренировать. Это и есть система работы с кодом. И далее пошли пункты. Вот смотрите. Вот вы, многие читают книги. Но ведь книги как устроены? Человек просто дает код в книге, а потом говорит, этот код делает то-то, то-то, то-то. При этом все, что касается кода, остается за. Я вам скажу, открою секрет, что процентов 90 людей, которые пишут книги, они не понимают, о чем речь. Они просто это не могут расписать. Иначе хотя бы можно было поставить ссылки на документации. Вот когда Денис пришел, он говорит, вот на это, это с джанга, да? Мы сейчас с вами хоть один элемент работы с кодом, чтобы вы поняли, что можно все поменять в другую сторону. Реквест, гет-гет. Документацию читать не могу, мало что понимаю, мозг перескакивает на другой объект. Абсолютно нормальная ситуация, потому что не привык. Но смотрите, сегодня Денис работает с документацией. Что изменилось? Изменился его подход. Он начал понимать, что там читать. Или вот строка, да, опять та же. Возникает куча вопросов. Нет прямых ответов. Хотя мы с ним это рассмотрели. Если бы Денис тогда пошел по-другому, как мы с ними пошли, набрал бы джанга. Но этому надо учиться, ребята. Открыл документацию. Набрал бы, он бы понимал, что там реквест. Здесь бы прочитал, где это находится в исходном коде. Открыл бы джанга. Нашел бы http. И нашел бы файл арквест. И посмотрел класс. И начал бы смотреть. И ему бы стало понятно. На сегодняшний день ему точно уже понятно. Он бы вот это взглянул, понятно. Ага, это все атрибуты. Все. Ответ один есть. После чего понятно. Экземпляр. Атрибут. Get. Метод. Сразу становится на места. Просто надо заниматься именно по такой системе. В результате, давайте, скажем так. Элемент системы кода, который я сейчас показал, называется открываем документацию, открываем исходный код, где исходный код дополняет документацию. Все моментально становится понятно. Я знаю, какой у вас возник вопрос. Понятно кому? Бовсуновскому понятно, это правильно. Но смотрите. Ведь понятно на сегодняшний день уже и Денису. Потому что начал работать. Потому что мы начали работать с документацией. Тем не менее, сейчас, на самом деле, у Дениса, если брать с этой целью, то если брать вообще с месяцем, что он мало что умел, и что сегодня прекрасно знает параметры функций, прекрасно знает, может соединить в голове, вывести в единое целое функции, методы, классы, прекрасно начал именно с того места, откуда начинаются классы, то есть с экземпляра, атрибута, то есть все это он знает, видит в коде. Но если брать с той целью, которую он себе поставил, то очень мало. Если посмотреть на этот код, давайте, Денис, разбираться. Во-первых, дайте я перенесу, все остальное позакрываю. Открываем продукт Рассела Кейта Маги одного из ведущих разработчиков Джанго. Тот, который пишет магию. Поэтому Буфсуновский тут говорит, у меня не надо учиться. Я все время говорю Денису, учись у профессионалов. Я только направляю. Открываем Тога. Самый простой файл, который я обычно даю, который Денис уже неплохо читает, хотя первый я даже не буду показывать. Денис, пока. Да, да, это пример. Да, это пример. Первым делом, наконец-то он изучил то, что надо было изучить. Вот когда изучили классы, большинство ребят изучают там неизвестно с чего. Я говорю, что надо классы начинать откуда? Вот отсюда. С двух вещей. Объекты класса поддерживают два вида операций. Ссылка на атрибут. И создание экземпляра. В этом мы разобрались. Но что не так? Давайте посмотрим еще один код. Это код Django, исходный. Файл класса ListView. И смотрите. Везде идут проверки. То есть безопасность кода. В данном случае, пока на этом этапе, это у Дениса впереди. Мы это не используем. Правильно. Здесь я Дениса не говорю, что вот Денис вот так вот делает. Я просто ему сказал, пока с атрибутами все печально. Да, человек научился получать объекты. Это класс. Наконец-то он начал использовать магические методы, потому что при приходе он сказал, а я не знаю, зачем они. И вот первое, что мы разобрали, что в принципе магические методы одна из самых простых задач это получение информации о том, что происходит в коде. И вижу, начал применять. Это хорошо. Но в плане безопасности у нас нет ни проверок, потому что большинство людей считает, что возможно многим это будет непонятно, но Денису точно будет понятно, что в принципе взял, создал экземпляр, прицепил этот атрибут, и дело сделано через точку. А вот если много кода, а я у вас, Денис, спрошу, а это чего атрибут? Класса или экземпляра? Вы скажете, ну как не видно? Экземпляра, конечно. А я сомневаюсь. А я сомневаюсь. Я сомневаюсь. Потому что я потом вам покажу ситуацию, как два опытных программиста ошиблись. С атрибутами. Поэтому я и сказал, когда Денис пришел, с атрибутами надо разбираться досконально, иначе ничего не будет. Откуда родятся проверки? Многие что делают, ребята? Изучение атрибутов что? Сделал экземпляр, поставил точку и что-то там вызвал. О, я научился работать с атрибутами. Это только первая ступенечка. Чей это атрибут? Где это в коде? Почему? Какой у него тип данных? Что он вернет? Строку, число? Что будут ожидать на том конце? Понимаете, Денис? То есть здесь еще работать и работать. И когда я вам сказал, что с атрибутом, это было первое задание, моя цель состояла в том, чтобы вы разобрались, что такое атрибут, как его вызывать, но на этом работа только начинается. Я вам сказал, что опытные программисты двое оказались неправы. Когда один говорил, это там в одной ситуации атрибут экземпляра, другой атрибут класса. В итоге вдвоем оказались неправы. Просто я читал, вот к этой статье я вас подведу. То есть ситуация неординарная. И дальше начинается, какие знания? Правильно. Мы начинаем уже рассуждать. Есть ли у нас это атрибут? В данном случае это метод, да? Но я беру вообще дальше. Если я брал, тут инита нету, поэтому... Но все равно в данном случае для экземпляра этот метод является атрибутом, потому что он вызывается через точку. Ведь мы с ним не вылазим сейчас с сайта. Оказывается, тут все есть. Открываем документацию, открываем глоссарий и находим, что такое атрибут. Значение, связанное с объектом, на который ссылаются по имени, используя пунктирные выражения. Например, если объект имеет атрибут, он будет упоминаться так-то и так-то. Все подходит. Согласно здесь, что это значение, связанное с объектом, да? По имени. Да, действительно. Вот объект, через точку, связанное с объектом, по имени. Все верно. Но чтобы вы поняли, что здесь только начало. Я поставил кучу вопросов. Я понимаю, что вы это не знаете, но просто здесь не надо думать, что вот все, с классами, с атрибутами, у меня все. Мы еще не брали наследование, мы не брали ничего. Мы просто копаемся, чтобы это все читать. Сейчас, здесь и сейчас. И думать этим. Поэтому подводим итог. Работа с атрибутами, в данном случае, она плачевна. Если брать именно профессиональный код, нам надо разобраться с проверками, нам надо разобраться, все-таки при проверке очень хорошо можно использовать методы магические, функции, ту же изистанс, я, кстати, это показывал уже, проверять, действительно, тип данных, что мы передаем, кому мы передаем, то есть, уже развивать логику, и проверять тот элемент уже совсем другим образом. Тогда уже появляется понятие безопасности кода. И если мы поставили задачу писать продукты, то мы, в первую очередь, на что я готовлю Дениса? На то, чтобы работать с исходным кодом. Бери потом тонны исходного кода, переписывай под себя, и, пожалуйста, строчи продукты. И теперь представьте, да, человек приходит, говорит, я хочу изучить Джанго, но при этом исходном коде я не понимаю, а как изучить Джанго? Профессионально не получится. А если ты читаешь исходный код и понимаешь документацию, то, в принципе, все становится моментально на места. Вот этому мы сейчас и учимся. Не так много времени. Но в любом случае, за месяц у Дениса прекрасные результаты, но по сравнению с целью могло быть и лучше, если бы больше уделял время системе работы с кодом. И первая ошибка, которую он совершил, на которую я говорил, нет описания, есть только комментарии. Ребята, запомните простую вещь. Посмотреть и подумать, что я понял, и выразить это словами, как вы поняли, и описать язык, это абсолютно разные вещи. И последний пункт остался, что почему у Дениса получается. Это все банально просто. Ребят, пришлось отлично, но, как я помню, нам осталось последний момент. Почему получается писать у Дениса и получится ли у меня? Давайте договоримся так. Ведь в школе, допустим, люди учатся, все умеют считать и читать. Уже вышли в математику, хочу изучаю, хочу нет. Второй момент. Второй момент. В гонках, автогонках, допустим, участвуют единицы, но автомобили водят миллионы. Третий момент. Когда читаешь, вот для того, чтобы программировать, надо знать математику. Вот у меня, допустим, да, действительно, математический склад ума, я ее любил. Но это тоже не так. Потому что программирование это большая отрасль. И просто каждый может найти себя. Люди с математическим укладом ума просто 100% будут выбирать искусственный интеллект. Люди-гуманитарии будут выбирать например веб-разработку, разработку десктопных проектов. Просто-напросто на самом деле каждый найдет себя. Теперь давайте я обозначу два момента. Первое. Почему у людей сначала не получается? На это влияют всего две вещи. Не получается. Первая причина. Давайте посмотрим. Первая причина, почему не получается, потому что неверный подход. Если вы учились, кто пробыл уже, и учитесь, например, и учитесь по принципу, как сказать, можно сейчас классическому, то есть по принципу справочника. по принципу справочника это обучение, сначала, как один парень мне писал вконтакте, сначала мы долго-долго проходили типы данных, потом через большое время добрались до функций, прошли функции, в конце концов закончились курсы, писать я не начал. Абсолютно верно. И он сказал, если бы я взял ваш подход, то писал бы сразу. Так вот, посмотрите внимательно, когда вы проходите, на чем вы здесь заострили внимание? На том, как работает список, или строка, или там следующее, а как это вам помогает? Никак. Язык надо собирать. Вторая причина, почему не получается, это система работы с кодом, которую надо менять. Вот большинство людей подавляющее, большинство людей увидит себя. Нет системы работы с кодом. Вернее, она есть у всех, у каждого человека, который занимается не важно чем, программированием, там, какие-то другими, всегда есть какая-то его личная система. 99% можно сказать, читаю книги, ищу в Google, смотрю видео. То есть, здесь, где здесь ответ, что вы научитесь программировать. Иными словами, это получается, вы лазите туда-сюда, туда-сюда, а для того, чтобы получилось, надо делать абсолютно иные вещи. Вот другой Денис. Есть люди, которые учатся просто по курсам, да, и в группе я, кто, кто активно работает, помогаю. Но это сильно отличается от индивидуального обучения. Если в индивидуальном обучении я опираюсь лично на человека, то в группе я опираюсь на домашние задания. Но тем не менее, вот пришел другой Денис, тоже, не знаю, месяцы, годы, он там ходил по сети, но через месяц он тоже написал. Сам факт, что уже есть само написание кода, а не гугление, произошел. То есть человек понял, что может писать. Просто у этого, у Дениса, который учится индивидуально, у него не было вообще знаний, у Дениса, который вот здесь учится, у него куча знаний разрозненных, он умел писать декоратор, умел классы, надо было всего лишь соединить все в голове, и все пошло. Но это и есть работа преподавателя. То, что является основным в том, чтобы начать писать, надо подойти определенным образом. Я рекомендую всегда начать с функций. сейчас куча людей скажет, что ой, а как это? Банально. Давайте посмотрим. Вот у нас есть функция. выше мы напишем еще одну функцию. Котли. Давайте теперь Теперь найдем функцию Kotlin. Теперь я у вас спрашиваю, вы как привыкли думать? Человек всегда думает действием. Вы говорите, я пойду в магазин, я попью кофе, я поем, я уберусь в доме. Или вы так рассуждаете? Так, я собрался убраться в доме. Для этого мне надо взять пылесос, собрать его, сделать два шага в комнату, чтобы попасть в другую комнату. Правильно, вы мыслите функциями, потому что человек так мыслит. Теперь у меня следующий вопрос. А какой язык программирования надо знать, чтобы понять функции? Ну давайте смотреть, какой. Итак, функция состоит. Ключевое слово, имя, либо анонимное без имени, дальше параметры, дальше тело функции. Это питом. Ну давайте смотреть в Kotlin. Может что-то по-другому? Так, нет, надо язык программирования знать плюсы. Не, не, что-то не то. Тогда смотрим в Kotlin. Ключевое слово, имя, параметры, тело функции. То есть все одинаково. А-а-а, вы скажете, вот здесь вот скобочки другие. Но это называется синтаксис. Да и хрен с ним. Раз-два написал и понял. Ну, в принципе, функция. Смотрите, а вдруг мы откроем JavaScript? Вдруг мы откроем JavaScript? Ну давайте попробуем. Там будут функции по-другому. Ну 100%, в гадалки не ходи. Не, будет по-другому, ну точно. Потому что как же люди изучают? Люди изучают так. Изучу я Python, потом говорят, а потом я пойду изучать JavaScript. Это, ребята, неверно. Изучается два языка и пишется потом на всех языках. Верно так. Только подойти правильно надо. Хорошо. Берем функции JavaScript. И вставляем сюда. Ну да... Не-е-е-е. Ну у нас хватит с вами терпения. Вы же с вами не дураки. Должен же быть какой-то подвох, согласитесь? Ну давайте смотреть. Итак, функции JavaScript. Ключевое слово. Имя. Параметры. Ну и дальше тело. Нет. Опять. Эх, блядь. Опять неудача. Ну ладно, черт с ним. Пойдем-ка мы. Все-таки здесь есть подвох. Есть, ребята, подвох. 100%. Давайте-ка мы посмотрим. Си. Ну там точно. Это же прородица всех языков. Там точно будет что-то не то. О, там будет что-нибудь другое. Есть твой раз. Вот скотина. Опять почти одинаково. Ну и с Пайтоном чем-то похоже. Открываем. Ну ничего. Опять неудача. Вот не везет. Вот не везет. Все чем-то похоже. Так может хватит ерундой заниматься. Во всех языках для того, чтобы понять функцию, не надо знать никакого языка. Надо просто понять функцию, как она устроена. А вы ничего общего не видите? А, да-да-да-да-да. А, скажите, пожалуйста, а вот это вот вам скобочки, ничего общего не видите? Что везде есть эти скобочки? А, ребят? Значит, все-таки надо писать на десяти, учиться отдельный язык, или все-таки надо один раз разобраться в функциях, разобраться в параметрах. И я могу открыть абсолютно любой язык и понять, я понимаю, что мне надо разобраться в любом языке в том, что делают параметры. Для этого, если я изучил Пайтон, да, мне будет достаточно минут двадцати, и я могу писать. Дальше, циклы, конструкции, они будут все одинаковые во всех языках. Во всех. Будут различаться типы данных, где-то будут массивы, где-то последовательности, где-то кортежи. Скажите, Бовсуновский, слушай, ты ж нам Америку открыл. Тогда вы открываете для себя Америку, для меня это все понятно. Тогда мне ответьте на вопрос. Вот вы изучаете долго-долго типы данных. Вам кто-то объясняет их с очень умным видом. Но я предвижу ваш вопрос в то время, когда вы их изучаете. У вас стоит вопрос такой. К чему это прицепить? Что вообще это такое? И когда я буду писать? Я вас успокою, никогда, пока не измените подход. Потому что таким образом, когда вы будете проходить, когда вы дойдете до функции, как правило, что происходит? Их пролетают. Их пролетают. И пошли дальше. Ага, ухватились за классы. А за классы каким образом ухватились? Правильно. С наследования. Ох, мы сразу вдарим телегу. Вперед лошади поставили. Ни хрена не едет. Не пишу. А Булсуновский тут прицепился к этому бедному Денису, который начал писать код. И говорит, ну-ка скажи мне, что такое сельф. Ведь большинство как делают, ребят? Делаете неправильно. Вы уже знаете, что такое наследование, которое действительно изучается за две минуты. А вы что такое сельф не знаете. А не знаете по одной простой причине, потому что цеплять его некуда. А если вот, слушайте, пляха, муха. Фигня какая-то получается. Написали в классе метод init. Смотрите, ничего не находите общее. Опять параметры. Слушайте, но эти параметры уже не наши. Они будут работать по-другому. Да вот хренушки. Они будут работать точненько так, как работают обычные функции. Смотрите, у нас уже что-то вырисовывается. Вот теперь можно подходить к сельфу. Ну ладно. Ребят, я сейчас не собираюсь все это выстраивать. Просто теперь вот сообразите, о чем я сейчас скажу. Вот так, изучая язык, да, представьте, вот как по справочнику. Давайте мы попробуем посадить помидоры. Вы как делаете? Изучая типы данных. Сначала вы рыхлите землю, садите помидоры. Потом, потом, заходим за функцией. Посадили помидоры, да? Потом, потом вы, когда помидоры уже у вас сидят в земле, делаете каркас. Так? Нет? Ну, похоже, что так. Когда вы уже сделали каркас, дошли до классов, да, тогда вы начинаете крыть пленкой. Или не так? Или по-другому сделать надо? Наверное, сначала надо сделать каркас, ну, парника, логически так или нет. То есть, сначала функции все-таки, потом накрыть пленкой, а потом уже копать, да, там помидоры сажать, то есть сам кот. Или не так? Так. Поэтому, если бы вы в начале обучения свели общее в голове, что общее у функций методов, то есть классов и методов, выделили бы это общее, да, то у вас бы получилась другая картина. У вас бы не разнилось, что функция это одно, класс другое, а метод это третий. У вас бы получилось, что это одного ягода поле, поле, как это правильно сказать, одного поле ягоды. Ну, принцип вы поняли. На самом деле идет кропотливая работа. Но сначала выстраивается то, что является ядром. Основательно изучаются важные моменты. Один из них я вам показал. Параметры. Вот тот, кто сейчас смотрит видео и долго-долго изучал язык. Открываем файл. Ну, какой тут файл откроем. Ну, например, баттон. Ну, и что? Что мы видим? А все читаемо. Вот оно. Ладно, придете, кому интересно, тогда и будем разговаривать. А пока только на одном месте. Вот это все, вот это в мусорное ведро. Я не против Google. Но в Google можно посмотреть, что делают другие, когда у тебя есть свой вариант. Но не искать конечный вариант. Если вы заметили, даже во время этого урока я постоянно бывал в документации. Поэтому первое, что надо признать, правильная система работы с кодом заключается в том, что работа программиста заключается в работе с документацией. Это у вас будет первый элемент системы работы с кодом. Вопрос другой, что вы там пока ничего не понимаете, но это неправда. Ведь Денис за месяц начал понимать. Значит, и вы можете понять. Просто надо разобраться, что там смотреть. Из чего начинать. Вот в чем заключается задача преподавателя. Показать. Вот сделай это. А потом посмотреть, получилось ли то, что нужно. Если не получилось, задать еще вопросы. Но тем не менее, тем не менее, я уже буду заканчивать. Можно сделать вывод. Научить писать реально можно любого человека. Но первые две вещи, которые влияют на то, что вы будете писать, это одна вещь. Правильный подход. То есть, изучение определенным образом. Так как это логически правильно. В школе я рекомендую начинать с функций. Почему вы убедились? Тогда вы начинаете писать уже сразу. Потому что открывая абсолютно любой документ, любой документ, первое, что вы должны были сделать, это считать параметры. Странно. Кто, ребята из вас, давно занимается программированием и никак не может начать писать код, скажите, что вы здесь видите. Скажите, пожалуйста, вы залазите в исходный код? Скорее всего, ответ нет. Вы можете считать параметры моментально? Скорее всего, ответ. Ну, не знаю. Либо нет. Ну, а файлы, посмотрите, из чего все состоят? Из методов, либо из функций? Наверное, отсюда и надо начинать. Тогда вопрос. Хорошо. Если вы изучаете, пошли бы изучать типы данных, как вы изучаете, да? Кстати, оговорюсь, их нельзя понять новичку, потому что для того, чтобы понять параметры, они понимаются просто. Надо понимать функции и классы. Тогда вы их полноценно поймете. А, извините меня, работать с числами и понять последовательность как строку и написать там какое-то слово, да, то это и так человек понимает логически. Поэтому для начала понимания работать с такими методами, как строка и как число, уже достаточно. А потом разберемся дальше. Но если вы не знаете параметров, то откуда будет строиться логика? Если вы не знаете, когда и какие будете применять параметры, для этого не надо никакой язык знать. Просто надо знать, что такое параметры. Если вы скажете, Болшиновский так не изучает язык. Но у меня люди пишут, понимаете, это факт. Только тогда объясните мне следующий момент. JSON. Это формат передачи. Любой код я могу передать из языка Python в язык C, из языка C в язык JavaScript. А почему это может произойти? Потому что все языки схожи. Имеют абсолютно одинаковую структуру. Вот написали. Люди, которые делали JSON. Практически все современные языки программирования поддерживаются в той или иной форме. Это имеет смысл, что форма данных основана на этих структурах. То есть, в большинстве языков это реализовано как массив вектор последовательности. Ну, в Java массивы в основном будете использовать в Python последовательности, в GC массивы. Но в любом случае это типы данных. Как бы, если бы языки были не схожи, люди написали. Поэтому вот эту вот утопию я сначала буду изучать в Python, потом пройдет немножко времени, и я начну изучать JavaScript. Ребят, так не бывает. Вы себя путаете. Изучается конструкция языка. И изучать надо два языка сразу. Потому что будет проваливаться именно тогда, когда вы открываете JavaScript и открываете Python. Либо как, допустим, Денис со школы, который меня все-таки второй раз не услышал. Вот, который писал, да, здесь. Который пробило. Он хочет изучать Kotlin и Python. И блокчейн. При этом я ему написал полностью картинку, которая должна у него быть на данный момент. Допустим, с Денисом, которым мы занимаемся индивидуально, все это воплощается в индивидуальном коде. Конечно же, это уверенность большая. Здесь я опираюсь только на задания и подсказываю то ребятам, которые, бесплатно подсказываю, которые активно занимаются. Но он взялся за Python от функций, хотя он правильное направление мыслит, что я сейчас порой разобрался в функциях Python, пойду к Kotlin. Но если ты собираешься блокчейн писать, то почему бы тебе не взять блокчейн в функции? Это обогатит. Потому что давайте посмотрим. Еще один секрет системы работы. Ну какой секрет? Когда это тайна уже, да, знают все. Как с функциями работать? Параметры функции, вызов функции, исключения. Это будет работать для двух языков. Для Python, для Kotlin и для любых других. JavaScript. Но для солидности он обогатит себя. Почему? Потому что здесь будет плата за газ. И вот если бы Денис, который занимается сейчас бесплатно, вот это вот понял, потому что здесь включается новый механизм. Солидность? Солидность. Если мы на Python написали, оттестировали, работает здорово. Я уже еще не говорил о таких вещах, как тестирование, потому что это важно, но нет времени. Это одно. Но когда он подключает, допустим, тот же солидность язык, то, во-первых, он учится писать смарт-контракт, то есть изучает технологию блокчейн. Python ему дает возможность написать само приложение, которое будет руководиться, блокчейн, например, мобильное, веб-сайт. А здесь у нас смарт-контракт. Но вот эта вот плата за газ о чем говорит? Там тоже есть данные, есть функции, но от кода зависит стоимость. И нас это сильно постегивает, а действительно, а где нам сохранить данные? И потом мы это начинаем переносить на Python. А мне действительно что использовать? Словарь, массив, чтобы это было быстрее. Вопрос, чего я добиваюсь? Но сам факт, есть алгоритм изучения. Это есть элемент системы работы с кодом. Я что делаю? Я не делаю так, как делает большинство. Я долго-долго проходил типы данных. Потом, когда я уже забыл, что было в начале, я пробежал функции и уже пошел к классам. Но я не пишу код. Ребят, ну извините, но было подивительно, что вы так еще и писали код. Вы что делаете? Вы же помните, как мы теплицу строили. Все дома вы строите теплицу, сначала строите теплицу, а язык почему-то вы решили, если переложить это на теплицу, вы же сначала все посадили, а потом начали строить. Так это же потопчете все. Извините, ничего не вырастет. И язык не прорастет. Так вот, когда есть алгоритм, то мы долго и упорно сначала начинаем изучать параметры. Только разница в чем? Один человек сидит неделю, да, и пишет, потому что он понимает, что мне надо получить кучу исключений, чтобы понять, как это работает. А другой написал раз, посмотрел, понятно. Потом начал работать с Жанго. Получил исключение, и все, атас, не работает. И бежит гугл. А что ж ты, еб твою мать, когда надо было изучать, не посидел неделю? Правильно, потому что никто не сказал. Потому что там сказали, вот мы сейчас пройдем к типу данных, ты писать будешь. Обманули, ребят, обманули. Не надо их ругать, не сами не понимают. Это все понимается после 10 лет. Но у вас этих 10 лет нету, а у меня они уже прошли. Поэтому, когда я начал в 2008 году изучать язык программирования, мне это никто не говорил. Но когда я в 2013 году начал только первую школу, я не понимал языка. Нет, я внутренне понимал, что я писать не могу. Но я сделал школу и думаю, ну хотя бы так сделаю. А вот уже в 2017 году, когда до меня все-таки дошло, когда я уже начал писать на нескольких языках, боже мой, все же оказывается элементарно. И люди начали на работу устраиваться, и писать начали. И теперь я могу сказать, что написать, писать, вот вы сами поняли, да, интуитивно, что можно написать, научить абсолютно любого человека. Важен подход. Ну и ваше старание. Потому что это не сложно и не так просто. Потому что надо просто работать. Сайт школы spb-tut.ru несколько видов обучения, чтобы не было вопросов, отвечаю. Обучение есть первое, недорогое, по видеоурокам, плюс бесплатные занятия в группе. Вы занимаетесь. Многие начали писать. Есть индивидуальные занятия. Ну вот я приводил пример, человек через месяц начал писать. Есть групповые занятия. Только группы я не собираю. Сами собираетесь. Разница между индивидуальными и групповыми занятиями, что в индивидуальных занятиях есть подстройка под человека, есть подстройка под уровень. То есть, допустим, я разбирался, что страдает, атрибуты уже себя помечал, да, что у Дениса с атрибутами беда, что беда с классами, то есть, и уже брал конкретный план под конкретного человека, конкретный уровень. В групповых занятиях, в принципе, я только делаю как, что писать будете, да, но нет подстройки под конкретного человека, есть система, да, по которой точно будете писать. Ну, допустим, если один хочет писать на джанго, а второй собирается писать, допустим, искусственный интеллект и использовать там пусть анаконду, да, то я не буду ни под одного, ни под второго подстраиваться. По одной простой причине, я дам вот так вот надо делать, да, язык. Но выбор конструкции языка, изучение уже более плотно там, что ближе к джанго, тут уже в групповые занятия не входят. Но это дешевле зато стоит. Тем не менее, здесь мы ставим цель читать и писать код. Будете, да, в зависимости. Здесь есть плюсы, видны ошибки всех. А по индивидуальным занятиям, с индивидуальным занятием, ну, вы видели, то есть здесь идет кропотливая работа, ежедневная. При этом нет такого ни в одном случае, что, допустим, вот давай приходи к часу, мы будем с тобой там заниматься. Нет, я не терплю, когда я влажу или кто-то влазит в мое время. У человека, по моему пониманию, не должна изменяться жизнь. То есть он должен заниматься программированием в удобное время и делать это в кайф. Поэтому работа идет через GitHub. Ну и возвращаемся к нашему Денису. Он, конечно, огромный молодец. И я бы сказал, да, возможно, вот то, что он начал писать код через месяц, он радуется. Но чтобы он сильно не радовался, я ему показал его цель. Денис, вспоминайте вашу цель, проекты, которые можно продать. Поэтому первое, что мы начали работать, это с исходным кодом. И здесь, если посмотреть вот с этой целью, то пока все, еще только мы прошли первую ступеньку. И сейчас я от вас, Денис, жду, чтобы вы мне все-таки выполнили контрольную работу, которую я дал. Там 8 пунктов. И свели все воедино. Чтобы было видно, на какой уровень мы с вами вышли. Чтоб это я видел, и чтоб это, главное, вы видели. Но самый главный для меня пункт 8. Я вам писал, где вы для себя в качестве инструкции описываете вот эту целостную картину, которую хотелось бы увидеть в одной связке классы, методы, функции, примеры. И главное, все это описать словами. То есть, чтобы у вас хватило именно слов. Ну, а по системе работы с кодом мы с вами продолжим работать. Изменения большие есть, но в коде вы это мало используете. Значит, надо работать. Я никого не заставляю, но тем не менее, если мы использовали с вами систему работы с кодом полнее, то результат был бы немножко другой. Ну, а так у вас получается, это правда, программировать, но на лаврах почивать, ох, как рано. Нам надо немножко иной уровень. Спасибо всем за доверие. Обязательно все получится. Так что все. Ставьте лайки. Рад, что если вы немножко начали понимать, что есть что программирование, если у вас была мечта, то это реальность. Поверьте мне. Тут даже говорится, убедитесь на своем опыте. spb-tut.ru и блокчейн. da.spb-tut.ru ваш слуга Бовсуновский. Самый большой неуч, самый тупой из вас это я, потому что я 7 лет до этого доходил, а вы за это можете дойти до этого месяца. Главное, ребят, запомните, что у вас все получится. Просто надо правильно подойти. И запомните второе. От природы каждый человек программист. это от природы. Я вам рассказывал про действия. Поэтому тупой это Бовсуновский. Вы все умнее меня, поверьте мне. Все получится.